МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как инспекторы выявляют вредителя и чем она опасна для урожая, в сюжете Натальи Ханбабаевой. Помидоры, картофель, баклажан. Именно эти продукты привлекают вредителя родом из Южной Америки. Томатная моль быстро размножается, легко адаптируется. И к тому же она устойчива к химикатам. Если моль попадет на томаты, будет уничтожен весь урожай. Южноамериканская томатная моль включена в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Основная кормовая культура – это вид моли томатов. Вредители могут выявляться визуально по повреждениям стеблев и плодов. Томатная моль представляет опасность как для урожая в поле, так и в закрытом грунте. Потери урожая могут составлять от 50 до 100%. Специалисты высыпают помидоры на стол и направляют лампу. Именно так проверяют, есть вредитель на овощах или нет. Ведь моль реагирует на свет. Если инспектор выявил карантинный объект, его помещают в пробирку и отправляют в лабораторию. На следующий день оттуда приходит заключение. Действительно ли это томатная моль? Они указывают в протоколе экспертизы, что была обнаружена томатная моль, что она действительно является томатной молью. И мы на основании этого протокола экспертизы и заключения возвращаем машину обратно в Азербайджан. Необходимо помнить, что единого эффективного средства для борьбы с паразитами пока не существует. Ни один из имеющихся препаратов не в состоянии уничтожить вредителя полностью. Остается надеяться на бдительность специалистов. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Магарамкенский район. Цех по переделке гражданского оружия под стрельбу боевыми патронами было обнаружено у жителя Кайтакского района. 62-летний мужчина хранил на своем чердаке часть коллекции холодного оружия. У оружейника было найдено два самодельных и два пневматических пистолетов. Другая часть переделанного оружия находилась в подвале, где и располагался подпольный цех, станки и слесарные инструменты. На допросе подозреваемый сказал, что все оружие нашел на окраине села. По факту возбуждено уголовное дело. Мошенники придумали новую схему обмана интернет-пользователей. Злоумышленники отправляют сообщения с сайта госуслуги и предлагают ввести СНИЛС якобы для получения положенных соцвыплат. Жертва может и не понять, что это обман, так как лже сайт выглядит в точности, как сайт госуслуги. Затем мошенники предлагают указать номер своей банковской карты для перевода денег. На этом все и заканчивается, как и деньги на карте. Если все же вы попались на уловки мошенников, главное сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму. Написать сообщение в техподдержку сайта госуслуги и стоит сменить пароль. А также необходимо обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Эсдиректор детского центра ответит в суде за смерть ребенка. Следствие считает, что директор Республиканского детского здоровительно-образовательного центра не обеспечил штат учреждения необходимым количеством врачей для бесперерывной работы. Это обернулось тем, что единственный медработник центра, медсестра, из-за недостаточной квалификации недооценила тяжесть состояния здоровья 10-летнего мальчика. Медсестра не оказала ребенка квалифицированной помощи и своевременно не вызвала скорую. В результате мальчик скончался. Уголовное дело против экс-директора центра направлено в суд. Дело в отношении медсестры уже рассматривается в суде. В Дагестане за 14 миллиардов рублей построят онкологический центр. Инициатором проекта выступило общество с ограниченной ответственностью «Мединвестгрупп», который планирует построить объект за 4,5 года. Центр будет расположен в районе аэропорта Махачкалы и позволит обеспечить жителей Дагестана качественной медпомощью. По данным Министерства здравоохранения Республики, в настоящее время число выявленных онкобольных более 29 тысяч человек. Карандашные наброски горных аулов и акварельные этюды. В Дагестанском художественном училище открылась персональная выставка Багжат-Диберчуевой. Молодой преподаватель вдохновляется своими студентами и пленарными поездками в районы Республики. В экспозиции представлена серия афортов, разновидности, печатные графики, а также портреты и пейзажи. Мой любимый жанр – это портрет, портрет натуры, потому что мне нравится определять характер, образ человека и выявлять все самое интересное, изображать это. Но сейчас здесь выставлены наброски портретов. Многие, кто здесь учатся, знают этих ребят, потому что там студенты афодографа изображены. И о спорте. Более ста студентов Даггосуниверситета боролись за звание лучшего на чемпионате по грипплингу. Первый турнир ознаменовал открытие новой студенческой лиги. Организатором выступил спортклуб Universal Fighters совместно с Ассоциацией Здоровое поколение. Тему продолжит Курман Рагимов. На татаме будущие юристы, экономисты, историки и управленцы. Всего 130 участников. Это студенты практически всех факультетов главного вуза республики. Даггосуниверситет первым поддержал проект студенческой лиги по грипплингу. Если говорить об уровне соревнований, я, конечно, могу судить как любитель только, как дилетант. Мне показалось, что все поединки проходили очень напряженно, были зрелищными прежде всего. И то, как реагировали болельщики, как они болели, говорит о том, что можно дать самую высокую оценку. Стремление и воля к победе – неотъемлемая часть любых соревнований. После конкурентной схватки соперники пожимают друг другу руку. Межузовский турнир призван сплотить студенческую молодежь Дагестана, отвлечь от вредных привычек. Кроме того, спорт не мешает учебе, а наоборот, учит собранности и концентрации. Обо всем этом говорили на официальном открытии. Я хочу вам пожелать успехов, чтобы вы учились и заодно еще занимались спортом. Мы хотим показать пример для нашей молодежи, что спорт – это не первая очередь, не главное в жизни. Но самое главное в жизни – это, конечно, в первую очередь человеческие качества. Но когда необразованный и физически крепкий человек, мы понимаем, что из него ничего хорошего не выйдет. Инициаторами проекта выступили грепплеры из клуба Universal Fighters совместно с организацией «Здоровое поколение». По их замыслу, отборочные турниры пройдут в каждом республиканском вузе. Лучшие спортсмены будут отстаивать честь своего учебного заведения в финальном этапе. По итогам состязания определились чемпионы в семи весовых категориях. После небольшого отдыха медалисты будут готовиться к главному студенческому турниру. Он пройдет в конце весны в Каспийском дворце спорта имени Али Алиева. Курбан Рагимов, Хабиб Дадаев, телеканал ННТ, Махачкала. Это все новости к этому часу. Всего доброго. До встречи.